друзья всем привет а ну давай давай вот сделала такую кормушку ну то есть перегородками и такая прикольная получилось засыпаешь килограмм 40 60 корм постоянно есть никуда не выкидывает то есть вообще ну классная кормушка кто захотел подошел поел ровненько стал высыпать некуда выкидывать некуда корм постоянно у них есть то есть я думал сначала бункерную поставить но думаю чтоб хватало им а сделала так думаю временно пока в этом сарае и хватает им а ну кашурята давай разойдись и такая прикольная кормушка получилось вообще именно он захотел подошел чуть-чуть поел отошел кабач так ну а не привыкли корм постоянно есть и нормально тут а у нас эти вот сейчас им насыпем взяла предстарта гранулу покажу вам как поросята едят предстарт у них тут от свой домик такой я им сделал пути патя 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 вчера насыпал полную кормушечку уже съели сюда наверно боятся идти а не там все ну давай вот их сюда загнал а то не возле нее трутся бегает и вот насыпал сейчас они все нападут на него начнут и все очень очень хорошо употребляет предстарт так ты куда давай туда вот это так едят ну сейчас буквально час-два и вот это что я насыпал кормушечка будет пустая а вот эти подошли он что голодный стал обычно ровненько не лезет в кормушку не ложатся в кормушку поел водички попил и все вообще прекрасно ездил на новую почту купила такие четыре лотка пластмассовых под мясо и сало цена одного получается если взять из доставку что я заплатил 200 гривен там 182 по моему сам ящик один и плюс доставка ну короче 200 гривен вышел это четыре ящика 800 гривен заказал четыре таких и еще закажу четыре это 12 сантиметров высота закажу и сантиметров 20 еще такие же только 20 высота для а костов лопаток ребер костей это чисто под сало я взял такие невысокие буду менять ящики мои уже эти белые затерлись потрескались все они уже давно это еще тести моего были эти как раз и так по чуть-чуть по чуть-чуть будем обновляться это спрашивали где ты берешь ящики у нас их много ящиков только успевай выбирать какие больше какие меньше вот допустим сегодня вот что мне дали поставщик возврат не забрал вообще поставщики забирают если не продавать и дают новые выписывают привозят новые а это не забрал сказал отдадите своим свинюхам поэтому сейчас пойдем раздадим тем которые на норме ну свиноматкам я не даю потому что я свиноматкам давал когда-то эклеры дал кормящий свиноматки поросат сразу на второй день начался понос также вчера вчера позвонили мне вечером что ну так и так если надо пшеницей кукуруза приезжай забирай если надо приезжай забирать и вот это я вчера поехал после звонка забрал привез по 480 мне отдали почти тонну получается 1 3 кукурузы а тут и пшеница почти тонна по 480 я даже вчера и не смотрел и так гляну у меня тут есть и пшеница есть и очменяя есть немного и еще та пшеница которую я брал отходы пшеничные вот у меня здесь это все бочки забитые отходами пшеничными которые я покупал по сезону по 3 гривна килограмм то есть три тысячи гривен тона я тут он отбирал гусям вот и уже кстати нету вот такие ну бой пшеницы отходы то по 3 не грубо говоря пока и не надо было свое если а руха много есть но думаю по такой цене 480 почему бы и не взять я вот это поехал вчера взял и привез вот такая пшеница вчера по вечеру не сильно видно было хорошая сухая чистая я так понял в человеком рассчитали с этим всем а он просто мне по-быренькому по-быренькому скину вот кукуруза мне как раз кукуруза маленьким порысятам для стартового комбикорма и надо вот такое бывает попадает ворота бьют по машине ящики еще забрать вот так я вчера ухватил по 480 пшеницу и кукурузу вот ящики отличные ручки если такие сбоку вот по бокам ручки и по торцам ручки и вообще шикар шикардос да клубничка вот таким беру и раздаю я тренчику нашему кляку дюрчишки о чуем не жить ну конечно не не часто такое бывает но это получается за этот месяц второй раз пару ящиков перепала я все даю этим которые на норме думаю так они на норме не доедает нужно сказать на каштанчик у меня спрашивали а как это канту поросята канту породы канту порода кантура это вот свиноматка породы дюрок ей в январе поросица а вот хряк породы пьетрен и когда их вместе покрыл хряком дюрка получается поросята кантура порода кантура самая лучшая на племенных хряков ну именно для хряков мне кажется самый лучший вариант по свиноматкам ну тоже используют кантуров для свиноматок но у меня не было свиноматки кантура поэтому я сказать ничего не могу да кукляшка сами по себе дюрки как свиноматки ну так проигрывают обычным белым свиньям в каком смысле проигрывают молочность у них не такая как вот даже взять у юриной который мне привозил у нее молоко жирное и молока очень много но как свиноматки так ничего пойдут заботятся хорошие но но с молоком не не так как в обычных свиней как допустим в f1 или там в белой свиньи даже в простушке также у меня спрашивали по вот этим свиньям сколько вот этим белыми полосками на это у меня получается два кабанчика и одна свинка вот свинка а тут 2 кабанчик они с одного выводка остальных один этот который был геморройный у меня вот который был геморроем первый раз который выздоровелся нормально я вообще ничего не прокалывал ничего не делал само собой прошло и все нормально а второй который был геморроем мне пришлось его пустить на мясо самому есть видео где я его сам разделал поэтому вот это вот 32 кабана одна свинка с одного выводка у меня осталось а порос был у машки это машкина машкины получается и покрыты были дюрком яши которого я продал и им получается завтра будет я считал пять месяцев и пять дней есть видео где я принимал этот опорос по моему 19 или 20 июля видео вышло и короче я им посчитал стоит пять месяцев и пять дней вот этим вот 3 этих трех мы будем пускать тоже на мясо всех троих и вот я буду когда придет андрюха и будем их делать им характере я специально взвешу на весах у кого-то 1 они одинаковые какого-то одного из них из троих ради интереса сколько какой вес пять месяцев и пять дней они у меня сидят на норме сейчас почему на норме потому что в этот период когда у них уже грубо говоря там 110 120 килограмм я думаю не больше чем 120 они в росте притормаживают и получается они корма употребляют много а растут мало поэтому ну много кто кто понимает держит там допустим до 120 130 килограмм и пускает их на мясо или там сдают или же можно дальше кормить ну расход корма получается увеличивается а роста особо в этот период у них нет они растут грубо говоря у меня и на норме они растут и я вижу как растут на таком же корме как и все мои сидят свиноматки и хряк на нормированном питании поэтому я одну я делаю так вы может быть там даете им финиш я финиш не использую не даю им финиш потому что считаю это все бессмысленно взвесим этих 5 месяцев и 5 дней и узнаем какой вес вот в этих я не уже давно у меня сидят на нормированном питании пшеница и горох как и все эти свиноматки и хряк ну и другие свиноматки но они сейчас опоросили это за стенкой свиноматка ее сестра куклы рыжка опоросилась и машка тоже опоросилась следующая у нас идет кукляшка папоросу потом следующая идет клубничка киевская киевляночка наша тоже опорос по поросятам по поросятам по поросятам все заказаны наперед полностью всех которые у меня сейчас есть от кантеры заказаны заранее те машкины тоже заказаны по кукле будет опорос чистый дюрок она покрыта комплексом с комплекса дюрком поэтому дюрку я буду продавать месяцев два два с половиной может быть даже в три чисто на племя на свиноматок и на хрячков просто так на откорм дюрку вам не надо я буду продавать их дороже на племя все остальные поросятам вроде бы на крюк заказаны у меня вот так печенье нравится да печенюшки любит клубничка ну вроде бы все рассказал по самому содержанию сейчас на данный момент содержание свиней много людей смотрит смотрят ролик или ролики попадают на мой канал начинает писать звонить так и так загорелся хочу заняться с чего начать как начать ну и туда-сюда 5 10 на данный момент у нас цена на живой вес живым весом я никогда не сдавал и думаю сдавать никогда не буду но у нас сейчас цена на живой вес мне андрюха говорил в 36 гривен 36 гривен живой вес это вот недавно ко мне заезжал андрей резчик я говорил что цена 36 гривен лично для меня не поменялось ничего то есть я их как не сдавал так и не сдаю и мне что 36 155 160 ну роль никакую она не играет хоть 50 хоть 36 хоть 20 у меня я сам реализую обычно мясом у меня своя клиентская база которую я нарабатывал больше года и получается я как как продавал реализовал мясо так и реализую дальше клиентов появляется все больше больше и больше они друг другу говорят нравится сауна нравится мясо и каждый там рекомендует знакомым соседям и так появляется клиенты клиентов нарабатывали на говорю больше года наверно сейчас с этим у меня вообще проблем нет но если вы решили заняться свиноводством я считаю пока вам не надо спешить и если вы решили ну уже все однозначно решили заниматься тогда подождите уборки будет уборка летом сначала затарьтесь как можно дешевле кормами но там отходами разными вот как я брал гороховые отходы по 2 гривна в килограмм 2000 тонна брал пшеничные отходы по 3 тысячи тонн а ну может она и будет дороже там на гривну я не знаю как или на 50 копеек на следующий год но то есть отходы все равно по уборке все она идет дешевле я на вашем месте сначала наготовил бы кормов примерно сколько вам там надо сколько вы думаете голов держать и потом только купил поросят купил бы допустим 5 6 10 поросят из этих 5 10 поросят оставил бы там одну две три свиномаски с этих поросят которые вы купите и покрыл бы их искусственно и все и так пошла поехала но чтобы у вас были корма почему я говорю за корма у меня брали поросят не один человек брал поросят и звонит что так и так тяжело кормить и зарплаты кормлю покупаю в ведрах и как сильно напрягает все деньги уходят на кормежку согласен потому что покупать на базаре в ведрах дорого они по сезону когда она дешевле поэтому сначала наведите порядок с кормом полностью решите весь вопрос именно по кормам по зерновым группам там я не знаю ну кто чем но я считаю отходы самый самый чем дешевле тем короче лучше навели порядок все дома корма лежат затарены там в бочках в мешках все вы готовы взять 10 голов поросят купили 10 поросят где там вам нравится где вы нашли где там дешевле и лучше там ну хороших поросят я имею ввиду более-менее нормальную генетику и начинаете заниматься потихоньку я начинал у меня было я сначала купил два кабанчика их скастрировал а потом через неделю купил еще даже выменял на отрубе у меня было 20 тонн отрубей выменял на отрубе еще две свинки и те две свинки я их оставил на свиноматке одну искусственно покрыл она не могла покрыться кряком вторую кряком покрыл в аренду брал и из этого все началось потом чуть-чуть там что-то подкуплял что-то это сейчас у меня ну хватает своих и поросят и пока свиноматок это свиноматок я еще буду штучки три-четыре наверное оставлять расширяться когда уже сарай с весны начну достраивать место появится и буду расширяться поэтому я считаю вам надо делать так сначала решить вопрос кормами потом с поросятами и пошла поехала чтобы вы когда держали поросят не думали чем их кормить они пока маленькие едят мало подрастает больше 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 не заметно а корм надо все время давать когда они уже большие и у вас к примеру поросная как у меня поросная там поросная они у меня на норме там но грубо говоря три килограмма в сутки на одну и хрякутоксан так что так по породе канту может быть кому интересно по породе канту порода кантура я уже говорил это пьетрен это дюрок вот их не дети вот это вот порода кантура они подыхают все наедали вот так же порода кантура у породы кантура по любому в любых случаях будет процентов 40 50 может быть даже 60 процентов пьетрена видно явно ну то есть увидите уже сколько поели вот у них явно видно ну данные формы пьетрен выделяется задние окорока перед хвостом и ямы ну то есть они формами напоминает пьетренов вот смотрите вот стало допустим явная задница увеличенной задница точно точно пьетренов так самого задница увеличенная яма перед хвостом и сами задние окорока увеличенные ну то есть пьетренов Они так, чуть-чуть с горбинкой, но не такие, как дюрок горбатый. Вот это канцур. Вот тоже канцур. Ну, явно видно формы петрена. Просто если покрытый, допустим, дюрчиха покрыта петреном, все равно генетика переходит, ну, я считаю, процентов 60 в отцовскую линию, то есть Юпитрена. Вот смотрите. Можно сказать канторы, да, он четыре рыжих у меня. Почему я так говорю? Потому что вот часто пишут, да там канторы или фотографии отправляют. Кантор, покрытый кантором. Вот это не канторы. Что они рыжие, с черными пятнами, это не обозначает, что они канторы. Это обычная белая свинья, покрыта кряком, дюрком. Вот и вышли вот такие поросята. Но петрена тут не было. Поэтому это не канторы. А то есть, вот канторша покрыта кантором, ну, то есть, это обычные, ну, четырех, могут быть, пяти породные гиприды. Хорошие только на от корм. Ну, и по грязнодеге можно оставить на свиноматку. Вот с одного выводка, две белых и четыре типа канторы. Если белых убрать, можно сказать, это канторы у меня. Но это не канторы. Канторы, вот я, допустим, сейчас уже, я сразу гляну, я скажу, кантор или не кантор. Канторы это не рыжий поросенок с черными пятнами. Ну, я уже это явно знаю по тому, что я вижу по своим выводкам. Когда, когда покрываешь чистого, о, перегорела переноска, тока шострельного. Надо сейчас отключать. Она у меня на прямую счетчику. Поэтому кантор, я, допустим, сразу, если бы сейчас глянул бы на поросятку, я сразу скажу, кантор или не кантор. Ну, вот есть разница. Даже по формам, по всем, ну, то есть ширина спины, ручеек на хребту. Явно видно, ну, признаки Петраена. Ну, и они такие, они не рыжие, они, получается, золотисто-красные. Вот именно кантор. Золотисто-красные. Все широкие спины, ну, это просто, что они еще малковатые. Все с ручейками на хребтах. И все, грубо говоря, мясные. Сава тут немного. А в тех, которых я вам показывал, у них, ну, вообще другие формы. Так само вот поросята. Тоже видно все признаки Петраена. Ну, оно и должно так быть, потому что они, вот, Петраена. Дюрок и Петраен. Вот есть там у них часть волосяной покрова. Это дюрок. Цвет вот этот красновато. Золотистый. Тоже дюрок. А по-любому форму у них будут отцовские. Это я так считаю. Может быть, я не прав. Но я замечаю такую тенденцию. И часто говорят кантор-кантор. Ну, если кантор, то должна должна чистая дюрчиха или чистая Петренша покрыта быть дюрком. Вот если чистая у меня дюрчиха, вот она покрыта чистым Петреном. Но какие могут быть у меня сомнения, что ни кантора. Никаких. Я знаю. Вот дюрчишка, а в том царайе Петрен. Вот и выходит кантор. А то говорят, то у меня кантор. Ну, если кантор, покажешь хотя бы свиноматку или кряка чистого дюрка или там Петрена. Нету такого. А говорят, кантор. Кантор вот, явно видно, вот стоит. задница отцовскую линию. И так само по поросятам. Высые и все с хорошими. Ну, что такое? Вот ты. И дюрки, кстати, агрессивные все. Потому что они чуть-чуть смешаны с диким. Вот. Думаю, объяснил. Вот. Если дюрчиха есть дюрчиха, она есть дюрчиха. Она крупная, она больше Петрен. Дюрки вырастают больше Петрен. И намного больше. Вот Петрен. Он уже взрослый, ему больше года. Но она в два раза больше от него. И горбатая. И сыр, где попало. Думаю, я объяснил. Вот эти поросяка, это у меня отмашки. Будем делать харакири, посмотрим, какое у них сальное состояние. Ну, я думаю, они не сходят с салью. Кинем на веса, посмотрим. Все, друзья. Думаю, что-то объяснил, как я понимаю. Может быть, я не прав, то вы бачайте. Пока.